Я считаю, что это историческое событие. И, на мой взгляд, территориальные органы местного самоуправления как раз и являются той основой муниципального самоуправления, формой коллективного участия граждан в определении условий проживания на территории. Причем не пассивного участия, а именно активного участия. И вот та модель, которая нам представляется с развитием ТОСов, это прежде всего активное взаимодействие с депутатами Городской Думы, проработка всех идей, доведение до городского уровня, принятие уже более проработанных, более продуманных решений. К вопросу безопасности от улицы Ленинградской к начальной школе номер 41 проход детей идет через неосвещенный пустырь. Достаточно небезопасное место. Предложение? Предложение. Я знаю, что власти обсуждали вопрос освещения дороги, пешеходной дорожки, но еще мы понимаем, что там существуют земли резерва, то есть их тоже использовать власть не может в полной мере. Вы-то что предлагаете? Мы предлагаем как минимум проредить это место, чтобы оно было и осветить каким-то образом. Елена Васильевна, просьба вопрос включить в проработку. Ну и там до 30 января варианты все оценить и подготовить предложение. Что мы конкретно можем предложить? Что конкретно можно сделать? Это очень перспективное направление работы, которое позволит нам фактически через создание ТОС вовлекать горожан в принятие управленческих решений, в принятие решений, касающихся фактически всех вопросов, жизнедеятельности города. Мы планируем, что эта работа будет фактически завершена за два года. Кратко скажу о планах на 2014 год. В 2014 год у нас по плану, план минимум создания пяти ТОСов на территории города и два за Шекснинской части города, один индустриальная и два за Ягоровской части города. На сегодняшний день готовы уже фактически два ТОСа определенных границы, и мы планируем в 28-го вынести этот вопрос на Думу, закрепить границы двух ТОСов, которые у нас пойдут в графике, следующими для работы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...